Привет, друзья! Как говорится, опять 25, а если честно, совсем 27, блин, все планы опять у меня обломало, сегодня я думал, порыбачу, порыбачу, думаю, двоцаточка если будет, пофиг, двоцаточка не страшно, пойду рыбачить, не пойду, отчая договорился уже с Юриком Асеном, чтоб меня увез на озеро святое, я бы, в принципе, и 27 порыбачил бы, но одно но, он бы меня сейчас увез с утра, и забрать бы смог оттуда только в пятом часу вечера, то есть я весь световой день бы там просидел, а что-то в такую погоду не очень хочется делать, тем более с утра просыпался, еще холоднее было, сейчас награду в теплее стало. Планы обломились, я думал, потренируюсь, жутца половлю, в итоге поснулся опять, а заняться особо нечем, у меня сегодня весь свободный день и делать нечего. дома сидеть у дивана, не вариант, ну, мы идем гуляем по лесу, кому-то ролик понравится, любят смотреть живую природу, но сегодня ничего особенного уж точно не будет, я думаю, если ничего интересного не произойдет вдруг. так, посидели, оба перекусили сегодня с утра, как ни странно, обычно не кушаем, но я не кушаю на еде с утра, сегодня оба стояли, так что даже себе варить ничего не было в избушке. так, дойдем, посидим, чайку попьем, пойдем обратно, есть одно интересное занятие, но об этом позднее, не думал его сегодня делать, просто от безделья, вот серьезно, вот, бывают дни, когда безделье, и дома делать нечего, и на улице делать нечего, я имею ввиду на природе, и не прорубачить, и не попостроить, что делать в такую погоду, я не понимаю. Одно хорошо сегодня, банный день, я в баньку пойду, попарюсь, погреюсь, о, кстати, можно за веником сходить, как вариант, ладно, пойдемте дальше. Чего, идти не собираешься, надо почесать? Ой, ты, собачка, собачка и ласку любят, скажи, да? Вчера весь день дома успела, как пришли, домой все, к печке, бац, только вечером ушла гулять. Ну хватит чего, чесаться-то, пойдем, давай, пойдем, пойдем, ну все, давай, идем. Погрались, да и девочки, очередной раз. И тут без изменений, зимой гости редко сюда приходят, когда уж теплодок, может кто заберется. Чего, так никто не прилетает. Вчера птичка прилетала, залезала там внутрь в избушку, пускай там тепло. Надо внутри им там сделать кормушку, чтобы там сидели. Я сразу улеглась, охраняешь территорию. Молодец, а я буду печкой затоплять. Внутри минус 15, ну блин, сравнительно, все равно, если на улице 27 минуса, минус 15. Когда морозы, мышки не заходят, мандарину я сейчас уже принес. Хочу, чтобы в новом году начало пахнуть потихоньку. Ну ладно, займемся печкой. Ну все, друзья, печку затопили. Сейчас ждем, пока тепло у нас станет. Пока сразу молниеносно, конечно же, этого не произойдет. Сразу поставил чайник, чтобы разогревался. Воду оставляю, в нем она замерзает, естественно. Смотрел за ним, наблюдал, думаю, чтоб не разорвало. Ну нифига, не деформируется чайник от этого. Некоторые посудины бывают нищие вырвав. Извиняюсь за уражение. Ну, как бы оно в прямом случае слова. Ладно. Сейчас пойдем на улицу. Хотел бы маленько отрезаться сначала. Отпечка нагреться. Руки хотя бы погрею. Пойдем. Кое-чем займемся. Не совсем красивая елка. Но они сейчас все такие. Тяжелый снег. Ветки обвисли. В близости ничего хорошего нет. А че я хочу-то? Я хочу нарядить елку. Чтоб было новогоднее настроение. Хотя дома должны уже девчонки у меня наряжать закинать. А я говорю, я пойду, я наряжу. Все наряжу эту. Будет рядом с избушкой стоять. Пусть и не совсем нарядная будет. Не совсем красивая. Но зато свежая. Настоящая елка. В настоящем лесу. Живая. Губить ее, естественно, мы не будем. Благодарю. 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 А еще купите? Вот. Продолжение следует... 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 мандалинку очистим вообще новым годом запахнет давай иди быстрей 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 иди давай холод не пускаем хочешь а мне новый год не продукт чего-то млада паренька вкусненькая холодно по-моему я доводяешь хорошо печки я пригрелась это же дома то делаю там у спиной в печке и стою спину грей красота да внутри такое то самое чтоб с одного боку голая не стала всю шерсть шерсть свою сожгешь вроде не близко стоишь нормально хорошо да и прогревая так глаза закрывается скажи какой-нибудь стоят плюг но грязь подумал нафиг веник они сейчас он хрупкие ломаются ветки все ему умение помога потеплеть и погоду убирать пойдешь из гулять короче такого круга сейчас дадим до дома офигеть зато полюбуйтесь красотами пейзажами конечно по такому маршруту мы уже ходили но не все же подписано на нас давно да ведь они мы там давно не были прогуляемся мне нравится в такую погоду гулять хорошо одет не мерзнешь не потеешь все уровень таком костюме как при этом нахожусь минус 10 допустим если ходить куда-то на дальнее расстояние ты потеть больше не такую погоду сама то да приходится одевать баф на лицо чтобы щеки не мерзли нос не мерз может быть кого-то это смущает ругается просто плохо слышно там но зато нос тепле болеть больше меньше хорошего бы хорошая одежда гулять можно любую погоду не было плохо ибо тухой рыбалки не было тухой погоды было плохо одеты рыболов вот у примерно такая же история вот протопили печку прикрыли поддувало сейчас температура держится такая такая нужно просто натыпить чтобы тепло стало вот реально если ты сразу зажег печку она разогрелась ты ее прикрыл тепла не будет выигрался плюс 10 так ну кайфа то не можешь получать эту температуру вот когда она уже разогрелась в избушке уже тепло стало тогда стоит топить уже режиме эконом просто не то что я буду умничаю некоторые но не друзья здесь были они видят мы натопили тут жара была невыносимая так они топили по ходу дела не прикрывали поддувало вообще просто жгли дрова и все но и с собой приносим купить вон них мешки еще остались то есть можно топить так что будет холодно в избушке если топить не умеешь можно топить так что если топить не умеешь то вот жрища постоянно сидеть будет невыносимо но это надо будет через каждый час дрова туда зафутболивать а если по уму топить и расход маленький дров в избушке кайф я ну красавица как ни крути россия стала чем было сегодня будем проходить мимо нескольких деревень я еще раз говорю что их показывал но тем не менее дорога не чищена одно из деревень уже приближаемся хуй ночь очень тяжело идем в угор не почищена очень плохо идти смотря на то что погода морозная что-то я очень сильно согрелся дома должен появляться там дальше-то по-любому прочищена дорога здесь забор стоит там дома крыши видяются здесь дорога вес увозят так что пока лес не увозят никто не чистить дальше будет что-то такая хоть и говорят дорога в город который идет от деревни там надо бы все что-то в городе всякие тележки полежки гробинки косинки за елками подросток старый она могу сказать точно название деревень не буду говорить на фиг поняда деревня лично размеров куда вот уходит там вот улица большая магазин есть одно но основного города нашего находится за рекой попасть в город на уходе дороги ехать это раз либо через реку сейчас у них придет чтобы сюда приходит где я переправу переезжал тогда на мотособаке они туда переходят на столу садятся и едут а так либо лодки либо в объезд через основной мост деревне деревне жалуются кто-то жаловаться то-то не жаловаться это естественно везде есть пила рамы есть для работать кто-то едет город там работа не знаю точно работать сейчас магазин и здесь мужик шелся с сумкой видно что как будто из магазина больше не откуда идти хозяйственная сумка может конечно приехал из города но это тоже вряд ли ну по лицу видно что он не рано когда сходил по выстрел еще и бонжал долго за индивиду видно было зрение продолжается домики стоят тебе здесь не рады ходишь смешных собак кошмаришь ну вот и пилораму пилорам у нас есть никак в любой деревне более-менее что есть люди у нас наших краях процентов 80 90 мужиков работают на пилорамах на разных должностях начиная от разнорабочих заканчивая мастерами меня свою недолгую жизнь и сейчас прошел весь путь от укладки от разнорабочего до разнорабочим был кладкой работал на обрезухе работал многопильным станком под рамой на раме и мастером работал тоже а сейчас слава богу завязываю подъемчик я не блин в лес и упыхался я не знаю но он полкилометра наверно точно учета в поворот уходит там начинается все подъем 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 все круче 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 визуально на камере там вот не сильно видно ощутимо как-то летом ходил ну в теплоре не так сильно заметно сейчас блин идет всей амуниции то есть тяжело в одежде начинаешь когда уже потеть вообще беда а говорили нельзя отворачиваться от камеры на эпоха не вот видите сами ладно движемся дальше дальше еще вот спуске и подъемы тоже приближаемся друзья щеканой деревне уже приблизились хотел показать вдали свой родной город но к сожалению там не хренашечки не видно все в тумане дымка такая все печки топят я город не видно это последняя деревня на нашем пути всего их было по моему 4 просто я не знаю там они разделены или одна совместно там идет непонятно тоже на 1 2 дома живых здесь тоже пару домов живых а так целом вот там дальше как видите штабеля лесу пиворама все в том же духе как обычно другом лес впереди бежит а зря сейчас обратно вернется потому что собаки здесь не совсем дружелюбные людей редко видят одни машины проезжающие мимо собаки здесь собаки большие по моему маленький не маленьких заканчивается началось тропин очки вводит в сторону леса потом опять лесом 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 мы дома прошли последнюю деревню на нашем пути печки топятся дым кверху холодок ладно собаки нас провожают до свидания собаки мы домой провожающий еще немного еще чуть-чуть и мы дома кстати друзья как я думаю девчата у меня там елку наведили покажу ее а вы в комментариях пишите себя лучше а которая в лесу или так это дома также друзья можете по ссылке визу пройти в инстаграм посмотреть фотки с этой прогулки где фотки пёс вот такой настойчивый все за нами бежит видимо понравилось ему надюха меня только обогнал так что я фотки instagram я не пытаюсь раскрутить просто думаю как фотоальбом так для памяти фотографий помимо видео телефон память не загружать компьютер память не загружать к и вот в инстаграме и мне память на когда-то посмотреть ну и вам тоже можно любое время зайти и полистать но сегодня конечно нагулялся от души нихрена там еще не нужно из папы достать не могли наряде я высыплю черный а эта коробка мне подавится эта коробка мне подавится потому как маленькая ну а вот и стадика выбирать более живые литвы отраски на дыгушке кидастов ну вот и ока я думала между меня есть там зажжение котлеты делаются фарш ну давайте тестите говорите чья лучше все больше давайте чем руки наряжем настроение говно погода на улице сейчас он час от данных минут от 7 ходил в баню дрова подкидывал 27 ни каких куда ни туда ни сюда ладно увидимся завтра всем пока до скорой встречи